здравствуйте дорогие друзья продолжаем наше путешествие по книге делим у нас шестьдесят шестой псалом очень интересный псалом достаточно большой очень емкий много на него толкования постараюсь выделить только самое главное первое это и что безусловно главное псалме это восхваление бога все мудрецы говорили что этот псалом это восхваление бога когда твоей жизни что-то происходит ты хочешь ну спасибо сказать богу читаешь 66 целом читает его для того чтобы поднять себе дух там чтобы исправить плохое настроение то сбою тебя там внутри читая целом именно в толковании к этому псалму это не в связи с ним в толковании сказал рабе аси что если человек собирался выполнить заповедь но не смог по настоящим по независимым от него причинам то небо защитывает его как будто он ее выполнил но если дурная мысли у нас в голове и она не осуществилась то бог нам не считает поступком поэтому здесь как бы большое милосердие в этом написано что читает этот псалом чтобы в жилище домик твоем где ты находишься царили мир покой взаимопонимание это очень важно есть еще особенностью этого псалма если человек дает обещание какое-то например сказал я дам там 100 долларов синагогу или я там заплачу там чтобы построить вход там я не знаю что любой это я так примеру это очень серьезная вещь влияющая на людей первый недр в торе вот недр это обещание был дан яковом помните что он сказал по пути в харам он сказал дал яков обед богу сказал если будет со мной всевышний сохранит меня из всего что дашь не буду посвящать десятину тебе и так далее говорят и кубалим что именно по той причине что яков не сразу выполнил свое обещание на него сошли все испытания и отсюда учат что когда что-то пообещал надо обязательно это делать поэтому во время например перед новым годом снятие обедов такой и так далее так вот есть 66 псалом если что если у тебя нет возможности по какой-то причине ты понимаешь что выполнить надо надо чтобы по утрам читать 66 псалом желательно меня не крайнем случае в одиночку ну еще от написано что этот псалом читают от злого духа то есть иногда на человека нападает знаете что-то бывает пример приводится у нас мы знаем его что царь шауль написать как может войти злой начал без без брахи человек ест может войти плохой это был старший шауль так с ним произошло так вот вот когда входит человек он чувствует него что-то не то читают 66 псалом пожалуй все браховая слаха поэтому что